Здравствуйте, уважаемые YouTube-зрители, мои подписчики, низкий поклон вам и хорошего времени суток. Значит, тут салатик назрел, созрел, прозрел. Ну, в общем, салатик будет вот какой. Начнем со сливочного масла, которое у меня в сковородочке здесь. Гренки. Я взял уже нарезанный хлеб, в смысле, и сделал из него вот такие кубики. То есть тут скиллс. Вы берете уже нарезанный хлеб, но не кубиками, я имею в виду, а хлеб, который нарезан вот так, пластинками. Из них, соответственно, вырезаете кубики красивые, обжариваете на сливочном масле с добавлением небольшого количества соли. Если хотите, можно и чеснока туда добавить. Зубчик чеснока просто раздавили и туда. Вот смотрите, масло сливочное можно чуть больше. Нормы, не переживайте. Тут нужно, знаете, что сделать? Чуточку, как бы пропитать их немножко. Кусочки хлеба для того, чтобы они не так быстро размякли в салате. Самая вкусная консервированная кукуруза. Крабовые палочки обязательно. Все, масло впитали. Газ выключаем на остаточном тепле, пусть досыхают. Два яйца я почистил. Яйца, видимо, свежие, потому что вот прям ужасно чистились. Помидор, конечно, честно вам признаюсь, вкусный я взял. Но взял немного, чтобы сильно, так сказать, не выеживаться. Когда нож разрезает томат без тени смущения, это Таджиро. Таджиро оригинальная японская марка. Вы прекрасно знаете, что эти ножи у меня в руках уже второй год. Я люблю, уважаю, ценю эту марку, потому что очень качественно сделано. Правда, у меня вот тут линейка Pro, такая, как бы это правильно сказать, Professional. Я попросил, говорю, дайте мне профессиональную линейку, настоящую, такую мощную, классную. Ну и, в общем, конечно, кайфую каждый раз, когда беру их в руки, беру редко. Аккуратненько мы нарезаем кубиком таким, чтобы, ну, примерно было как кукуруза. Ну и, кстати, если вдруг вы захотели себе что-нибудь такое для себя любимое, что-нибудь такое классное приобрести, там ссылочка внизу в описании под роликом. По промокоду Емельяненко вам будет скидочка 10%. На сайт Таджиро заходите, при покупке вбивайте. Ну, в смысле, для начала выберите что-то прикольное для себя. По форме, по длине, на длину обязательно смотрите ножа. Все обычные ножи, которыми работает шеф-повар, шеф-ножи, они должны быть плюс-минус 20 сантиметров. Меньше 20 сантиметров – это, я всегда говорю, под женскую руку, или повар должен быть маленький, или малогабаритная кухня. Если повар 170 и выше, тому можно и нужно брать 20, потому что я пробовал 23-27, но это большие сабли очень, неудобно. Вот 20-ка, вот это 20-ка. Так, крабовые палочки я прям вот так вот нарежу. Нарежу крупно, потому что начнешь перемешивать, они все развалятся, поэтому чтобы хоть они чуть-чуть продержались, режу их вот так. Так, значит, в тазик мы выкладываем кукурузу, но пока что без жидкости. Жидкость сливаем вот сюда, банку кукурузы сюда, сюда отправляем томаты. Видите, у томатов жидкости еще довольно хорошее количество, поэтому это у нас тут может быть лишнее, но посмотрим по ходу действия. Надо посмотреть, какое количество всего этого в тазике, и, соответственно, столько взять лука. Лучок потоньше, ну, в смысле, помельче. На луке всегда очень удобно отрабатывать вот эти навыки нарезки. Знаете, можно там, муж там что-нибудь сел, там, да, или наоборот, жена там села, если, в зависимости от того, кто готовит, и муж там сидит, слышит, жена такая, вот так вот. И он так сразу скотчет, бросит футбол, прибежит на кухню, что ты так шинкуешь? А вы говорите, да, ножи такие, сами режут. Вот, таджира. Все сразу сюда. Палочек отправляем вот сюда. Часть у нас сверху пойдут на украшение. Соответственно, яйцо. Ой, смяточку какое классное. Можно вилочкой размять, можно ножичком порубить. Тут все зависит от ваших желаний. Перец обязательно. Соль у меня вот здесь вот копченая. Но можно добавить чуть-чуть копченой паприки. Уже у большинства моих подписчиков она есть дома. Как я кого на улице не встречу, мне все говорят, благодаря вам вот у меня теперь есть копченая паприка, и я все, кайфую. Значит, обязательно сюда майонез. Ну, то есть, вот аромат дымка, он здесь будет прям самое-самое-самое то. Все, майонез смотрите сами по объему. Ну, чтобы там ничего не плавало. Но в тот же момент, чтобы все было заправлено. Рис можно сюда не добавлять. Это я вам намекаю. Но маленький-маленький зубчик чеснока обязательно. Вот обязательно это вообще я настаиваю. Потому что кукуруза и чеснок великолепно. Крабовые палочки чеснок великолепно. Все с чесноком великолепно. Для тех, кому давно не показывал лайфхаков. Значит, вот этой стороной обухом, ни в коем случае не лезвием, потому что соль твердая, вот этой стороной придерживаем здесь. Рядом с чесноком. Не вот тут, не тут. Прямо рядом с тем чесноком, вернее, с тем местом, где вы будете давить чеснок. И все, и по чуть-чуть вот так вот раз-раз-раз раздавили. Чеснок у вас как абразивный элемент. Пасту быстро делайте без мойки чеснодавки. Но иногда, вы знаете, люди любят использовать пресс для чеснока. Кайфуют от этого. Сюда отправляем. Да, вот этот аромат. Аромат майонеза и чеснока, который любят все, все. И бабушки, и дедушки. Но помнится мне, как я долбил всех блогеров, что кроме палочки нечего есть. Слежу за тенденциями за народными. Считаю, что это доступный, вкусный продукт. Как-то же мы должны выкручиваться в нынешней непростой ситуации. Так, дальше у нас вот что идет. Сухарики готовы. Сервируем. Значит, смотрите, выкладываем вот сюда салат. Теперь добавляем неперемешанных с майонезом крабовых палочек, чтобы было видно, что это крабовый салат у нас. Вот так вот. Теперь греночки сверху накидываем. Лучше хлеб взять черный. Во-первых, красивый. Во-вторых, вот с патокой он немножко сладковатый. Это не бородинский. Это просто черный с патокой на ржаном солоде. Что-то такое. Короче, сейчас в магазинах, вот в этих вот, в недорогих супермаркетах полным-полно разных видов хлеба. И вообще, прям, я хочу сказать, что тут на меня, пожалуйста, не гоните бочку, что я там какой-то взял. Я вам говорю, реально, я сейчас в последнее время вообще покупаю в самых недорогих супермаркетах, чтобы понимать, что у вас есть в холодильнике. Вот этот 100% есть. Просто какой-то сладкий хлеб. Ну, он не сладкий, в смысле, я читаю, в состав там написано. Патока, значит, сладкий. Что тут пробовать? Берем с греночками обязательно. Хлеб к этому салату можно не подавать. Гренычек больше на жарке. Домашний будет в восторге. Ну, и первая ложка этого салата отправляет нас куда? В детство. В мое детство. В 90-е. Придешь к тете Юле на Новый год, а там салатик. Вот такой. Понятно, что без копченой соли и без жареной грены как-то по-другому делают чуть-чуть. Но я вот вкус так ощущаю. Только сегодня он чуть, знаете, более осовременный. Правильно слово, наверное, модернизированный. Удобнее так говорить. Но вкус тут никуда от него не деться. Вкусно. Вкусно, быстро. И вам настало. И приятного аппетита, кайфуйте. И режьте острыми ножами. Пока.